Добрый день, это программа Парадокс, я ведущий Степан Демура. Тема нашей сегодняшней передачи это то, что нельзя теперь больше материться в эфире, иначе будет осисяй. Ну, все это лично мне напоминает старый анекдот, все с советских времен, про попика и кадила. Ходит попик по церкви, машет кудилом, машет, машет и говорит, значит, кто будет в церкви матом ругаться, то го кудилом угрею. Ну, потому что, ну, что значит ругаться в эфире матом? Ну, во-первых, это неприлично, но зачем вводить закон? Ну, понимаете, когда у вас министр образования и науки позволяет себе спокойно ругаться матом, то что ж с нас-то просто их смертных брать? Ну, такой интересный парадокс, и зачем вообще все это нужно? То ли это закручивание гаек, то ли уже думе больше делать нечего, как какие-то законы рассматривать. Мы обсудим с нашим гостем Айдаром Муждабаевым, заместителем главного редактора газеты «Московский комсомольц». Добрый день, Айдар, спасибо, что пришли. Добрый день. Ну вот вас, судя по всему, на пороки выпустили, да? Ведь вас же обещали строго покарать и наказать. Ну, да, да. Я бы высказался более конкретно, но, по-моему, это будет закон, мне мешает. Закон, да. Ну, а, правда, вот так интересно с вами встретиться. А почему такая была неадекватная реакция у товарища Исаева, если не секрет? Не знаете? Ну, нет, конечно, не знаю. Не знаете? Может, пятница вечер, там еще что-то? Ну, это все догадки, видимо, так сказать, вытекающие из внешних обстоятельств. Ну, кто же знает. Понимаете, у нас депутаты, и не он один, достаточно депутатов, поведение которых трудно описывается и наукой. Может быть, это нечто мистическое. Медицинская наука? Любой. Логика — это тоже наука. Да, логично. Как и философия. Не, ну просто, если я не ошибаюсь, господин Исаев, он же у нас бывший анархист, да? Ну, он много кем был, насколько я знаю. Ну, я опять-таки знаю по Википедии. А ее еще не запретили у нас? Вы знаете, пытались же недавно. Каннабис что-то такое? Да-да-да, что-то про каннабис нашли и убрали. Ну, вообще, я думаю, что вот это, когда этот закон приняли, кажется, в каком-то там, в первом чтении, или внесли, я уж не помню, я придумал такой анекдот, не анекдот, и напечатал в МК, он очень короткий. Госдума запретила мат. Чем крыть будем? Собственно, я думаю, что это просто, уже очень хочется людям, чтобы их совсем не критиковали, вот, поэтому они понимают, какими примерно словами выражается население об их творческой деятельности, поэтому они решили запретить те самые слова. То есть вот такая вот теория заговора. Да какой же тут заговор? Это очевидная реакция. Если бы, допустим, условному депутату Госдумы прищемили дверью хвост, там они бы и двери запретили. Ну да, логично, в принципе. Сложно, что ли? Ну да, делать им больше нечего, по большому счету. Да, прищемить хвост. А точнее, у них еще хвост есть. Хорошо, я не знаю. Слушайте, вас могут опять что-нибудь удивить. Из области догадок. Понимаете, хвост ведь отвалился, в общем-то, не так давно, если смотреть такое в исторической ретроспективе, да? Ну, после выборов. Да, поэтому, а у некоторых, знаете, есть такое понятие, как вот когда ампутируют ногу или руку. Фантомные боли. Да, фантомные боли. Вот фантомные хвосты, а также фантомные, возможно, рога и другие части тела, которые мы, опять же, не сможем назвать их настоящим именем, но сможем выражаться глубоко научно. Вот они, видимо, проявляют себя и в законодательной деятельности в том числе. Ну, если серьезно это. А потом можно серьезно говорить? Ну, попытаться хотя бы. Ну, нафига вот это все делать, я не понимаю. Вот зачем такой закон принимать? Ну, ладно там о митингах. Может быть, якобы испугались чего-то. Ну, вот зачем на этом акцентировать внимание? Неужели нужно зарегулировать все и вся, но ведущий что, не полный идиот ругаться матом? Нет, конечно. Это нет, но если уж серьезно говорить, то, конечно, это такая зацепка, а я вам расскажу, как это будет действовать. Значит, на ваш сайт пишутся комментарии, содержащие матерные высказывания. Конечно, желательно в адрес первых лиц государства и приравных к ним. Вот, после чего они делают... Да, это в СМИ. Да, это вы в СМИ, и мы в СМИ, и все в СМИ. Они делают копипейст, потом пишут заявление в Рос какой-нибудь там надзор очередной. Вот, потом вам начинают трепать нервы по разным инстанциям, и вы вместо работы своей прямой информированной населения занимаетесь... Я не знаю, как сказать это. Нет, ну, ведь у нас же есть, по-моему, уже закон о борьбе с экстремизмом, еще что-то. А у нас же есть закон о борьбе со всем. Ну, просто, понимаете, они хотят все... В общем-то, это, конечно, коллапс любой системы, которая себя спасает. Она начинает все запрещать. Если мы вспомним, там, перестроечные времена, сейчас всем представляется Михаил Сергеевич, там, в духе романтического героя борца за демократию, а просто все забыли, как советская система, и он в том числе, цеплялись за власть. А тоже все запрещали. Запрещали митинги, запрещали... Сводили цензуру, там, ужесточали, главлит свирепствовал, там, и так далее. Была предварительная цензура, сейчас хоть этого нет. Вот. Но это признак, ну, как бы, такой... Ну, деградация системы. Агония системы. Это вот мой друг Станислав Белковский очень хорошо это описывает в своей теории Перестройки-2, и так называемый, как он везде говорит, закон Белковского, что... Ну, от скромности он не сдохнет. Нет, а зачем скромничать, если действительно человек правильно приводит логическое построение, что система, когда она сама по себе является тупиковой, застывшей и не склонной к изменениям, она начинает принимать решения, которые прямо противоречат ее жизненно важным интересам. Вот этот закон, как и многие другие, они прямо противоречат жизненно важным интересам власти. Но она их все равно будет совершать, потому что, как бы, это такой снежный ком уже. Это... Вряд ли кто-то там одумается. Ну, вот смотрите, ведь как у нас любят говорить, что Дума немножко не в себе, поэтому штампуют какие-то непонятные законы. Но здесь, я насколько понимаю, этот закон был спущен аж от человека, о котором не принято говорить. Да я не думаю. Неужели правда? Ну, так было написано в СМИ. Серьезно. Ну, у нас в СМИ, как и на заборах, много чего пишут. Вот, я не думаю, что кому-то там наверху пришло в голову запрещать мат. Ну, господи. Но они могут только с временем, со временем работать, да? Ну, они и со временем-то не очень могут. То есть это вы думаете, что это не более чем такие приколы Думы? Ну, это не приколы, я же говорю, Степан, это просто повод лишний раз, лишний крючок для СМИ. Да нет, это так достаточно. Я понимаю, просто, понимаете, ну вот есть Дума, да, но немножко не в себе, судя по всему. Но есть остальная власть, скажем так. Поскольку Дума, она при власти, то вот у меня задается вопрос, там же сидят тоже политтехнологи. Я понял, ты хочешь спросить, почему их не одергивают, да? Ну да, типа, ребят, ну хватит, хватит уже, ну не делайте себя чучело и пугало. Ну, я думаю, что не одергивают по одной простой причине. И, кстати, это не глупо политтехнологически, ну если не стратегически мыслить, а какими-то такими локальными интересами. Ну, типа, слить потом. Нет, да это разберутся с ними, они и сейчас фактически не существуют, как законодательный орган реальный. Это штамповщики, там, законов и так далее. Как Мосгорсуд, в общем-то. Ну, как много, не знаю, там, Мосгорсуд, но... Встречал. И, слава Богу, Бог миловал. Но вот смысл в том, что... А почему Думе, не разрешить Думе быть посмешищем в глазах людей? Да пусть. Сколько людей сейчас ругают, депутатов и так далее. Ну, пусть ругают, кому от этого жарко-холодно. Ну, зато потом, здравствуйте. Потом кого-то, может быть, обвинить, да, косточку бросить на руку. Ну, и в любой момент. Эта же система так работает. Ну, а какой царь не выбраковывал бояр? Какой царь, так сказать, не вешал, там, исправников? И какой барин не порол приказчиков? Дело в том, что просто момент настанет и сделает. Ну, другое дело, что мы живем в мирные, такие абсолютно травоядные времена. Ну, выпарят их, не больно. Уедут они в свою Италию на свои виллы. Все у них будет хорошо. Без крови, как говорят. Да, вы думаете, обойдется? Я уверен абсолютно. Это у нас власть-то не кровожадная. Была бы она кровожадной, съели бы уже все. О, как интересно. Так, к нам приснилась Мария Стейнман, зам декана факультета истории, политологии, права РГГУ. Добрый день, Мария. Спасибо, что пришли. Ну, вот Айдар тут такую теорию, заговоры почти что выдвинул, что дума этим законом о мате, она новый крючок СМИ подкидывает, чтобы в любой момент дернуть и закрыть СМИ. Ну, или репрессии какие-то применить, там, нервы потрепать. Ну, в принципе, мне нравится такая концепция. Можно даже вспомнить понятие спиннинга из спин докторов, или хотите, если угодно, коллеги докторов, не побоимся этого слова, которые, да, виртуозно как раз переключают внимание. Закон по ударению мы еще не приняли, поэтому, да. Тогда можно спокойно, да? Ну, хорошо. Которые виртуозно переключают внимание. Но поскольку я вошла на теме порки, то, если вы не возражаете, я просто предпошлю нашему разговору дивную цитату. Злобой и с крежетом зубовным исходят либералы после знаменитого 37-го указа Государева об уголовной ответственности с непременным публичным телесным наказанием за нецензурную брань в общественных и приватных местах. И что самое удивительное, народ-то наш сразу с пониманием воспринял указ 37. После ряда показательных процессов, после протягивания на главных площадях городов российских в одночасье перестал люд простой употреблять паскудные слова. Только интеллигенция никак не может смириться. И все изрыгает, изрыгает матерный яд. Конец цитаты. Коллеги, откуда цитатка? Не подскажете? Ну, я думаю, где-нибудь на конец 19 века, нет? Это, господа Сорокин, День опричника, 2006 год издания. Похоже, на конец 19 века. Это я к чему? Это я к тому, что, во-первых, господин Сорокин сам теперь имеет все шансы подпасть под упомянутый закон. А во-вторых, оцените совпадение. 2006-2013, 7 лет. Нет, знакового числа масонов здесь нет. Нет, масонов нет. Зато какая цитата. Ну, просто серьезно, обсуждать такие вещи серьезно. Ну, вот вы сказали одну интересную, на самом деле, фразу, что просто отвлекает внимание. Как помните, был весь этот шухер... А, это немательное слово, прошу прощения. Был весь этот шухер по поводу закона Димы Яковлева. Как раз в это время протаскивали приватизацию стаб-фонда. Ну, что еще они там учудили? Ну, как всегда, ноль промилей. Что у нас еще такого интересного есть? Ну, мы продолжим после новостного перерыва. Добрый день, мы снова в эфире. Телефон студии 6510-996. Код города 495. Звоните или пишите на сайт FINAM.FM. Ну, тема у нас сегодня весенняя. Обсуждаем новый закон о запрете матерных выражений в средствах массовой информации. И в гостях у нас Мария Штейнман, замдекана факультета истории и политологии права РГГУ. И Айдер Муждабаев, прошу прощения, зам главного редактора газеты «Московский комсомолец». Черт, я не могу перестать смеяться, да. Вот, Мария, вы филолог профессиональный. Безусловно. И вот у меня к вам вопрос. Вот, предположим, в эфире мы обсуждаем какую-нибудь проблему русского языка. Вы, как филолог, научный работник, вы можете это обсуждать или нет? Или, вот скажем, я в эфире скажу что-нибудь там. Красный маршал Блюхер. Это что значит? Мне нужно говорить, что он не Блюхер, а голубой пинес, красный маршал. Вот, как здесь быть? Ну, мне это напоминает знакомый всем и каждому анекдот про то, как человек пришел в страховую компанию, не смог выговорить слово «застрахуйте меня». Вы знаете, на мой взгляд, тут еще один очень важный момент, вот если так насерьез повернуть. Мне кажется, чем меня, например, настораживает закон? Я, безусловно, не одобряю матерные выражения в быту, в средствах массовой информации, где они звучат именно как бранные, то есть оскорбительные. Но обсценная лексика – это далеко не всегда бранно. Если мы осознаем ее как часть языкового запаса, языковой системы, почему мы должны насильственно себя удерживать от произнесения этих слов как частей научного дискурса? Ну, например, вот, дорогие коллеги, скажу я вам, давайте обратимся к знаменитой древнерусской азбуке и к замечательной букве «хер». Вот скажите, могу ли я произносить эту букву древнерусской азбуки? Я подозреваю, что да. И тогда я вам расскажу, что слово «хер» – это действительно название буквы алфавита. И слово «похерить» обозначает всего-навсего, перечеркнуть, совершенно верно, крест-накрест. Так же, как вторая версия, откуда вообще появился «хер» в русском языке, связана, например, с аспектами, вы не поверите, религиозного образования, потому что в разного рода обучающих церковных учреждениях, там в Бурсе, например, или мы можем говорить о других вариантах, да, собственно, студенты этих учреждений сокращали слово «херувим» до корневого момента. Это что-то прекрасное слово, а как же оно стало ругательным? А это уже вопрос развития языка. Ну, на самом деле, тут так и напрашивается. Бахтин, карнавальное начало, смешение сакрального и профанного, поскольку довольно часто так и бывает, что наиболее сакральные вещи мигрируют как бы в маргинальную область и используются как перевёртыши. Почему нет? Запросто такое вполне могло случиться. И, на мой взгляд, основное, повторяю этот настораживающий момент, это смешение двух уровней, простите меня, дискурса, политического и научного, политического и культурного. Тогда сразу возникает вопрос. Значит, тогда должны, в принципе, издать или принять поправку к этому закону, где будет перечень всех недопустимых к употреблению слов. И сразу возникает вопрос. А этот перечень тогда чем будет являться? Его надо тут же запретить? Его нужно сделать циркуляром для служебного пользования. И поставить гриф секретности. Да, перед прочтением жечь. Понимаете? Ну, вот в том-то и проблема, что, в принципе, благая идея, давайте не будем ругаться матом. Не, ну, и закон-то все это надо применять. Но на основании чего его применять? Должен быть перечень, деяния, которые подпадают под этот закон. Да, более того, Михаил, вот вдумайтесь в то, что я говорю. Ой, сори. Я услышала почему-то в объявлении Михаила. Нет, нет, вас обманули. Да? Да. Степанович, приятно познакомиться. Вернемся к нашему разговору. Вас же столько обманули. Нет, ну это приятно. Так вот, о чем это я, собственно? Я о том, что, вдумайтесь, коллеги, вопрос о запрете мата в СМИ плавно переползает. Да, это вопрос некий политического, да, политической матрицы. В основном, да, медийной, политической, переползает на уровень науки, на уровень культуры, искусства. В принципе, это очень плавно может перетечь в ожидаемую цензуру на самом-то деле. Потому что сначала давайте запретим слово «хер», потом давайте запретим слово еще какое-нибудь, то самое нецензурное уже запретили, которое, по мнению некоторых филологов, произошло от слова «колючка», как бы «хвоинка». Ну, назовем это аккуратно. Так вот, это, предположим, окей, все запретим. Дальше, что будем делать с Пушкиным? С Толстым. С Толстым. С Шолоховым. А, кстати, очень может быть, как раз все идет к тому, чтобы их тоже запретить. Ну, собрать все книги бы дожечь. Да, ну, так уже делали. В общем, уже все было сказано, да, и неоднократно. И далее, то есть получается, что, а дальше давайте будем запрещать говорить об этой самой половой сфере еще немножко. У нас ее нет, как сказал Познер. О, Боже. Он же был не советский человек. Он до сих пор заблуждается. Он же приехал из страны, где секс есть, в отличие от СССР, где секса не было. Коллеги, это смешно, но это одновременно и не смешно. А как еще это воспринимать, понимаете? Ну, я понимаю. Если у вас есть две извилины, как еще можно воспринимать? Я считаю, что воспринимать нужно следующим образом. Филологи, культурологи, журналисты должны объединиться и обратить внимание властей на специфику этого закона. И я надеюсь, что власти обязательно проникнутся. Айдер, а... Я считаю, что вот еще один аспект этого запрета есть. Просто в силу своих особенностей строения ума наши законодатели не понимают дальнейших перспектив от своего запрета и возникающих волн, которые он вызовет. Дело в том, что наш народ очень творческий. Безусловно. Вот. Значит, поэтому он уже начнет другие слова выдумывать. И, например, слово на букву «М» из пяти букв на конце «К» он может произнести как «думак», например. Да? Вот. Ну и так далее. Это просто первое, что приходит в голову и будет такое же ругательство. То есть ругательство, они же все постепенно, правильно говорить, что не было ругательства, потом слово «стало» ругательством, потом оно перестало, много всего бывает, да? Там и слово на букву «Б» оно было литературным, а сейчас кажется, что оно не литературное. Вот. И споры бесконечные. Но они хотят посвязаться с нашим народом в остроумии. Ну, они получат свои. Не, но они же нам объяснили, что мы все тупые, а не одни умные. Не было раз такого. Как сказано у Стругацких, народ сер, но мудр. Вы знаете, но на самом деле... Но зато, слушайте, есть прекрасное предложение. Госдума будет раз в год собираться на свои, выделять два пленарных заседания для анализа накопившихся новых слов и вносить их в закон. Интересно. А юристы будут получать зарплату? Они же уже словари запрещают. Вот мы как-то... Да, давайте к словарям. Вернемся к жизни, как говорится. Ну что, 29 марта Федеральное агентство по делам печати и массовым коммуникациям потребовало немедленно приостановить реализацию тиража большого словаря русских поговорок из-за наличия в нем ненормативной лексики. Когда... Причем это публикуют очень крупное издательство. То есть вовсе не издательство... Маргинал. Маргинал, да, какое, да. Красивое издательство. Совершенно верно. Нет, это очень... Маргинал, это ругательное слово, нет? Или скоро стань. О, боже, боже. Вот. Это одно из крупнейших издательств. И к чему формально придрались? К тому, что на книге стоит маркировка 12+. Но это не могли поставить ни сами издатели, ни составители словаря. Потому что авторы словаря написали разъяснение, где они оправдываются. Удивляются, что книга не получила маркировку 18+. И аккуратно объясняют, что вообще-то словарь не предназначен для детского чтения. Это полный, толковый, филологический словарь, который отражает поговорки живой русской речи. И тем не менее, коллеги, приостановлена реализация тиража. Потому что там плохие слова. И пауза. Да нет, ну, понимаете, просто есть несколько, скажем так, уровней или граней маразма. И вот когда это происходит просто в жизни, скажем, у вас сосед маразматик, делать странные вещи, там, мажет стены, чем попало, это одно. Но когда, скажем так, законодательный орган занимается такими вещами, лично у меня идут мурашки по коже. А у вас? Да у меня тоже уже все идет. У нас других проблем нет. Типа у нас с экономикой все в порядке. Все замечательно, народ прекрасно живет, припеваючи. Скажем, те же межнациональные отношения прекрасно отрегулированы. Все замечательно. И больше делать нечего. Да, но мне кажется, что вот один из результатов того, что вот даже сейчас произнес Степан Слово законодательный орган. И ассоциации сразу нехорошие, понимаете? Вы знаете, каждый думает мер своей испорченности. Да, безусловно. Но вот, как сказать, каждый занимается тем, что ему близко. И каждый ищет царинки в чужом глазу, зная, что у него такие же. Точно так же геи в нашем парламенте и во власти лоббируют антигеевские законы, дурацкие, которые оборачиваются многотысячными демонстрациями, встречами Владимира Путина в западных странах. Да, у нас, безусловно, просто феерические матершинники, депутаты Госдумы, я просто знаю, это нормальные люди, они разговаривают о том языке. А министр науки и образования? Ну, это научный дискурс, как уже было сказано. Здесь можно, по статусу разрешено. Вообще, некоторым чиновникам надо разрешить, мне кажется. Как мигалки. А тогда они смогут хоть себе объяснить. Мы их поймем, наконец-то. Что же они хотят? Слушайте, ну у нас воры принимают законы о борьбе с коррупцией. Ну, что тут, все нормально. Ну, это пчелы против мёда, это святое. Как же народ требует. Массы хотят. Да. Массы хотят. У нас есть, извините, телефонный звонок. Да, Роман, добрый день. Только матом не ругаться, пожалуйста. Добрый день. Да нет, я, в общем, у меня словарного запаса хватает, и без этого, слава богу. Значит, есть одна из моих любимых книжек Ярослава Гаршика. «Похождение бравого солдата Швейка». Там, кроме сладофонского юмора, в принципе, очень такое глубинное расследование, крушение, разложение Австро-Венгерской империи. И вот там время от времени приводятся приказы какие-то, указы. И люди сидят, конкретно офицеры Австро-Венгерской армии, и думают, ну почему они все сошли с ума одновременно в генштабе, да? Вот. То есть вот этот маразм, он на самом деле был бы смешан, если бы не было так грубо. Действительно, люди работают там, да? Там они получают зарплату, у них идут карьеры вот по этому бреду, да? Вот. Но хотелось бы закончить выступление оптимизма таким своеобразным, да? Хорошо, что это у народа вызывает такую веселую реакцию. То есть традиционное общество в России, в Российской империи, еще не разбито либеральной идеологией, потому что либеральный подход – это все нормально. То есть лучшие люди нации принимают закон, и их надо исполнять. А сми они это не подвергаются, насколько я понимаю, да? А русские – ничего. Они, значит, традиционное социалистическое общество еще живо, и оно еще поборется с этой либеральной сволочью. То есть, в общем, все нормально, я считаю. То есть они подталкивают нас к правовому нигилизму. Получается так. Извините, мы должны прорваться на вас на первый. Добрый день, мы снова в эфире. Это программа «Парадокс». Я ведущий Степан Димура. У нас в гостях сегодня Мария Штейнман, замдекана факультета истории, политологии, права и РГГУ, и Айдера Муждабаев, замглавного редактора газеты «Московский комсомолец». И пытаемся мы понять глубинную суть нового закона, который то ли принят, то ли вот сейчас будет прямо принят, о том, что в средствах массовой информации нельзя использовать плохие слова. Но, к сожалению, список плохих слов еще, по-моему, не прилагается. Наверное, он будет приложен позже. Я бы сказал, Степан, что у этого закона не глубинная, как ты выразился, а глубинная суть. Это нагадить на всю великую русскую литературу. Кстати, вот в этом может быть и кроется причина, потому что если запретить всю классическую литературу... Конечно, предлагали. ...то у нас получится, как господин Мединский, да, он классику не любит, он любит шансон. Там и без Мединского, уважаемого, хватает. Там некто, господин Пожигайлась, память не изменяет, член общественной палаты, он же сказал, что русская классическая литература вредна для молодежи, неокрепшей. И указал на Солтыкова щедрена. Ну, на самом деле, это, по-моему, очень похоже на заявление господина Фурсенко. Помните, у нас был такой министр образования, который заявил, что изучение математики в школах вредит креативности. — А что поднимает креативность физкультура? — Ну, наверное. Ну, если баскетбол играть, то может быть. Но баскетболист неплохо зарабатывает. Они вообще умные ребята. — Не, ну, на самом деле, вы знаете, смешно-то смешно, а какая-то система, в общем, просматривается. — Нет? — Да, парадокс... Коллеги, извините, что как-то так немножко перебило истечение мысли. — Излияние. — Да, май нот. — Парадокс как раз печальный. Вот во всем этом и заключается. Если мы говорим, например, вот да, давайте попробуем понять. Давайте немножко попробуем понять, почему принимается этот закон. — Вот. — Вот, например. — У меня просто, я вам объясню, извините, спираю, у меня просто мама нейрохирург, и она меня всегда учила, что вот таких людей понимать нельзя. Можно самому съехать. Ну, попытайтесь. — Ну, я попытаюсь. Я толерантно, очень объективно и расположена. Посмотрите, как любопытно выходит. Я хочу понять, вот зачем принимается этот закон. Я могу объяснить это только одним, чтобы сохранить русскую культуру и главное подрастающее поколение от брани. Вот не просто от мата как такового, а от вот этой грязной, противной, нецензурной брани. Потому что я иду по улице, я слышу, как идут мои, нет, не мои, к счастью, мои студенты так никогда не сделают. Но чьи-то студенты, ну, просто в другом, просто не скажу, мимо какого вуза шла. — Банально матеряться. — Да, а может быть, это был молодой пролетариат. Да и банально, грязно, отвратительно матеряться. — Не к месту. — Извините, извините. И это испокон веков, я прошу прощения, действует административный кодекс, который запрещает материться в общественных местах. Идите и штрафуйте. — Вот, да, вот и тут я с криком «стойте, молодые люди!» Я вот сейчас штрафую, я просто хочу представить. Я штрафую, но тем не менее, вы абсолютно правы. Но, предположим, все равно этого мало. Но даже если этот закон будет принят, вот я тут с Захаром Прилепиным абсолютно согласна, у него есть такое дивное послесловие к закону о брани, и вот там ровно это и сказано, что а разве принятие этого закона запретит, передачи на первом канале, где показывают отвратительные, грязные вещи, запикивая мат, но при этом само по себе. Вот все вещи, которые недостойны для того, чтобы быть показаны по крупнейшему каналу. Да и на втором уже на канале России появляется. Про НТВ я вообще молчу. Это что, уберет? Вот этот закон волшебным образом трансформирует? Да нет, ну просто даже если и без бипов, вот так вот если, положа руку там на сердце, еще на что-то, кто куда кладет, например, Обама кладет руку на другое место, когда слушает гимн. Ну это так. Правда что ли? Да, есть прекрасный ролик, фотографии, когда у него была предвыборная кампания в штате Ухайо, играет национальный гимн США, все стоят вот так вот, Обама вот так. Ну, президент. Ну не в том дело. Но ведь послушайте, если посмотреть, даже наши федеральные каналы, ну там же ведь быдло на быдле сидит. И быдлом погоняет, но это же страшно. Посмотрите все эти сериалы. Что крутят? Ну я же там не говорю избитая программа «Дом-2». Но ведь все остальное мало чем отличается от «Дом-2». Может быть, все-таки воспитание молодежи в лучших традициях культуры начать все-таки с федеральных каналов? А вы можете себе представить федеральный канал, который отказывается от программы «Малахова»? Первого или второго? Ну, понимаете, во-первых, это можно легко сделать, если срезать государство с субсидирной федеральному каналу. Слушайте, ну так мы далеко зайдем. Там только субсидируют и реклама там. И парадокс в том, что мы возвращаемся к теме вмешательства в СМИ. Вы заметили, куда мы сейчас пришли, исходя из благих намерений? А имя ушло на дорогу в ад. Вот, это вы у меня сняли с языка. Ну, так и есть. То есть, как только мы начинаем думать о том, чтобы извне управлять культурой, из любых побуждений мы приходим к абсолютно одинаковой модели цензуры. Вчера я посмотрел вечером своим другом фильм, замечательный голливудский фильм, называется «Народ против Ларри Флинта». Если кто-то не смотрел, он может посмотреть. Это как раз иллюстрация продолжения нашей программы. Это о том, как благие намерения по отношению к борьбе с порнографией, там в данном случае речь идет о порно-журнале, хотели его запретить и запрещали на разных уровнях. Но в итоге Верховный суд США поставил точку в этом споре, сказав, что даже и порнографические журналы имеют право на существование, потому что если начать уничтожать их и их свободу самовыражения, то дойдет до простых газет, дойдет до чего угодно, и свободе слова придет конец. Но у нас такой вот вакцинации в виде первой поправки к Конституции США не существует, поэтому у нас можно до бесконечности все запрещать. Но понимаете, в чем дело? Но уйдет это все в интернет. Но станут наши политические деятели объектами еще большего количества анекдотов, с еще менее цензурной лексикой. Они этого хотят? Они вообще-то где живут? В мире каких-то районных газет, где можно запретить все, даже упоминать о преступности в этом районе. Или они живут в мире интернета, где все уже давно компьютеризировано, оцифровано. Вот наш скандал с Госдумой по поводу этой статьи по политической проституции сменила пол. Он же начался, это мало кто заметил, с публикацией в интернете. Еще газета не вышла, а уже скандал поднялся с ругательствами, мало напоминающими, совсем уж цензурные. То есть все, они сами признали де-факто, что они живут в интернете, эти законодатели, тем не менее пытаются его регулировать. Да как на букву Х можно сказать, вот ваше слово хер, да? Оно не мое, оно принадлежит языку. Перекрестное русское, старинное русское слово хер получится, вот перечеркнутый знак. Не получится ничего этого. Это законы, которые изначально перечеркнуты жизнью, наподобие вот этой буквы. Это красиво сказано. Я могу долго красиво говорить на эту тему, но вы тоже пишете красиво. Говорите лучше, знакомая проблема. Так, вопрос о говорении, конечно. Ну, если так серьезно разобраться, то, наверное, если уж бороться за культуру нации, то, наверное, нужно бороться не с запретительными методами, а, скажем, делать так, чтобы ругаться матом было неприлично, некрасиво. Другое разве, да. В каком контексте, в какой компании неприлично? Чтобы девушка бежала от мальчика, который ругается матом. Согласна. Но для этого же нужно делать совершенно другие вещи, а не просто тупо опечатки смешных из окон. Ну, понимаете, вот они все сами себе противоречат. И вот о чем я говорил, и запрещая мат, а у нас же сейчас какая, борьба за духовность, да? Ну, давайте, духовность это как бы старина глубокая, значит, бороды, кресты, так сказать, купола и так далее. Царя на престол. Ну, царя это уже, это производно. Я имею в виду духовность даже без отношения к власти, да? Ну, так все эти слова, о которых депутаты запрещают, они же, извините, они и буква «хер», она из среконнославянского языка. Вот. И если они вернутся к истокам, так называемым, почитают царские указы, там, 14-15 веков, там, великокняжеские и так далее, они дадут много интересных слов. А года два назад откопали бересту новгородскую, на котором очень непонятным шрифтом были написаны слова, там, с древнерусский язык, да, вот этот был. Так там вот слово «банамкупе», да, оно читалось четко, вот все остальные еще никак, а это 10 век, извините, это славяне так говорили. Вот. И, кстати, это легенда, что татары, я вот как крымский татарин, ответственно заявляю, что не татары придумали русский мат. В татарских языках, в тюркских нет таких слов. А это новгородцы ими пользовались успешно еще до всяческих орд. Да пользовались не только новгородцы, они их еще и писали. Вот оно, СМИ-то, вот оно видео началось. Так вот, так вот, так вот, что, значит, видимо, новгородскую... Так вот зачем был нужен Кирилл и Мефодий. Я все понял, чтобы все забыли. Новгородскую республику, сейчас мы договоримся до того, что новгородскую республику за мат наказали. Святой русский князь Александр Невский. А что, сейчас она пишет, что боролся с децензурой. А чего нет-то? Иван Грозный в особенности хорошо наказал. С них станется, с них станется. Это такие юмористы. Я предлагаю относиться к нашим законодательным как к юмористам. Ну, Иван Грозный, кстати, великий еще физик был. Он же рентген изобрел. Да вы вспомните его переписку с Шуйским. Это же гениально. Это же просто битва титанов. Вы понимаете, все запреты меркнут. Коллеги, уважаемые слушатели, почитайте русскую историю. Вы получите колоссальное наслаждение. А протопопа вакуум, как он крыл во всех смыслах своих политических оппонентов. И это все опубликовано. Это все кладезь русской истории и древнерусской литературы. Это все часть языка. Отсюда никуда не денется. Вот, понимаете, это комплекс Вовочки. Это вот, я понял, все глубинные психиатрические смыслы. Так, какого Вовочки? Людям, нет, не то, о чем вы подходит. Хотя это близко, потому что людям, некоторым хочется тоже стать большими. Хочется, чтобы про них упоминали в СМИ, обсуждали их фамилии, ссылались на них. Они же сидят у компьютера и потными ручонками считают, сколько их упомянули в интернете и процитировали. Ну, у них есть много сатрапов, которые этим занимаются. Ну, понимаете, трудно войти в легенды, трудно стать героем анекдоты, как Вовочка, да, например, или как Чапаев, который этого не хотел совсем, да. А эти хотят, 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 но никак их фамилии в анекдоты не входят, потому что масштаб личности не тот. То ли дело Вовочка. Вовочка силен. Вовочка очень силен. Особенно с Марьей Ивановной он, конечно, хорошо выступил. Не будем про Марьей Ивановной, это в нерамках дискуссии. Вовочка, так Вовочка, это отдельно все. У нас есть телефонный звонок, да, Николай? Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень плохо отношусь к нашему, так сказать, к нашей Государственной Думе, но, простите, ваши гости как будто задались целью показать, что они, ну, вполне достойны такой Думы. Так, мы все достойны. Да, доказывая свое право материться, и одновременно профессора истории, которые тоже с умняшестью путают Курбского с Шуйским, ну, у меня нет слов, честно говоря. Ну, по большому счету, мы все достойны такой Думы, если уж так задуматься. Знаете, народ-то достоин своих правителей, им нужно начинать, в первую очередь, с себя, а не с правителей. Только Курбский и Шуйский, я думаю, меня все простят, я все-таки не историк, а филолог, хотя, конечно, надо было собрать. Ну, звучат одинаково, на самом деле. Ну, нет, звучат они, конечно, по-разному, но даже рассерженный слушатель, который только что звонил, вряд ли будет спорить с лексикой, которая использовалась в этой переписке. Ну, вы понимаете, в чем дело, ведь вот служитель, он сейчас продолжает нас слушать, он затронул тему, на самом деле все надуманно, нет никакого мата в СМИ, это бред сивой кобылы. Дело в том, что если существует где-то мат, так это как раз на тех самых каналах, о которых шла речь, да, и в этих шоу, где он запикается, он запикается так, что ребенок еще больше заинтересуется. А что там сказали, особенно маленький, да? Ну, вот в том-то и дело, поэтому это, наоборот, еще больше заинтересовывает людей, то есть это, даже любой педагог скажет, что вот такие запреты и запикивания, это хуже в сто раз, чем прямой мат воспринимается. Потому что они привлекают внимание. Конечно, вот поэтому... Не, ну потом еще, мы что, живем в каком-то вакууме, достаточно пойти, пройтись по улице и от детей, ну как детей там, 10-9 лет, услышать такое, что даже я еще не слышал. Все гораздо проще. Если родители не позволяют себе ругаться матом, если учителя никогда не позволят себе ругаться матом, дети тоже матом ругаться не будут. Вопрос только в том, можно ли законодательно управлять культурой. Мы вернемся после новостного первого. Добрый день, мы снова в эфире. Говорим мы сегодня о новом законодательной инициативе по поводу запретов матов в СМИ. У нас в гостях Мария Штейман и Айдер Муждабаев. У меня после такой дискуссии вопрос такой возник, ведь откуда берется мат и, скажем так, не сам мат, а его употребление? Это распущенность. Конечно. Не более того. Откуда берется распущенность? Ну, она берется из того, что люди видят, как ведут себя модели общества. Кто должен быть моделью общества? Скажем, президент, который спокойно использует слова «придурок» в прямом эфире. У него это на раз-два. Те же избранники народные, депутаты, министры. Может быть, им стоит сначала начать себя? Но у нас используется фактически тюремная лексика «опустить». Да. Извините, а что означает слово «опустить» в том смысле, в котором его употребляют наши лидеры нашей страны? Это вот тот самый, извините. Мочить в сортирах. Пожалуйста. Это же распущенность. Мочить это, убивать, опускать мы не будем расшифровывать, что в рамках принятого закона. И другие. Это абсолютно... И мы даже уже не замечаем. Вот может быть, они бы... А это самое ужасное, что может произойти? Ну, это уже произошло. У нас это стало частью лексики. Слова уже никто не кавычит в газетах, я вас уверяю. В видомостях употребляют другая. И чем они лучше мата, который обозначает просто, извините, половые признаки? Здесь конкретные действия, направленные на конкретных лиц. Извините, а вот футбол, да? Вот происходит футбол. И там сидят две трибуны друг напротив друга, да? ЦСКА и Спартак. И тысячи людей предлагают совершить друг с другом, мужчина с мужчиной, совершить некое половое действие. Ты у меня это, я тебя это. Это кричат десятки тысяч мужчин друг другу напротив. Там формально нет никакого мата, да? А нет, местами и есть. И прямо, это вот что такое? Вот это распущенность или запущенность, или чего? Это распущенность. Но ведь даже на футболе этого никто не может запретить. На футболе этого никто не может запретить. И никто никого наказать не может. Как они запретят людям? Вот какие есть, такие и есть. Будут другие люди, будут по-другому разговаривать. Это такая потемкинская деревня языковая. Вот и все. Но у нас не только языковые потемкинские деревни. Почему-то так оказывается. Ну, это просто проще всего. Бороться за нравственность. Это самое простое для безнравственных людей, мне кажется. Очень правильно сказали. Ну, да. Тем более, что нравственность, за нее вообще очень сложно бороться. Это все-таки не надое, из-за повышения которых можно бороться или не бороться. Она воспитывается. И то, о чем вы сказали, к чему мы пришли, это воспитывается примером. Примером повседневности. Невозможно управлять повседневностью и повышением культуры повседневности с помощью законов. Вот в чем печаль. И я могу еще раз только поддержать реплику о том, что происходит, когда у Малахова кроют друг друга именно матом. Никакое запикивание, никого не обманет. Причем передача-то идет в записи. И при этом передача идет в записи. А потому что если это вырезать, то от передачи, коллеги, ничего не останется. Сказали мы хором. То есть, еще раз, мы уперлись снова в эту непонятную стенку. Очень легко критиковать и говорить, что все плохо, мат плохо. А кто говорит, что это хорошо? Вопрос еще раз. В оправданности законодательных инициатив. Ну, с этим придется уже, я думаю, смириться. Что у нас не все законодательные инициативы оправданы. У нас телефонный звонок. Ольга, добрый день. Добрый день, Степан. Добрый день, уважаемые гости. Ну, на правах старшей могу вас уверить в том, что все наши руководители, мы с Степаном уже прежде это обсуждали, они не имеют профессиональной направленности. Они просто хорошие люди. Для кого-то. Но вовсе не значит, что с них требуется брать пример. И касая его мата, ну, вот я квартиру приобрела энное количество лет назад в пролетарской части своего города Люберца. Да, она руссообразная. Ну, достаточно ребенку сказать. Ребенок, если ты говоришь вот это слово, тебя так зовет мама, ребенок начинает подпрыгивать. Ну, тетка я не очень солидная. Ну, ты что? Я говорю, ну, почему-то мы с тобой близко знакомы. А что, а как тебя звать? Я говорю, ну, так ты меня зови на вы. А почему? Вы знаете, не прошло из трех-четырех лет дети перестают потихонечку ругаться. Если делаешь им замечание, то дети так говорить нельзя. Что говорят дети? Нет, они мне не посылают. Они говорят, извините, пожалуйста. Вот так. Надо просто принимать участие в жизни тех, кто рядом с вами. И смею вас уверить, что так называемые элитные или элитарные, или я даже не знаю, как, наверное, трендовые вот эти вот районы. Пантовые. Если честно, нет, я тяжеловат к воспроизведению тех, кто у нас там один мобильный раб, а другой воду пашет на галерах. Не могу я воспроизводить их, не надо смеяться, нельзя. Да, это грех, согласен. Верно, верно. Нет, просто не стоит о этих шарахтах, их просто надо стараться исправлять. И потом в моем поколении было очень мало детей, у которых был кто-то один из родителей, только если происходили трагедии. А уже те вот, кто мне, в принципе, во внуки годятся, они не знают, зачем такая зверь, как папа. Они действительно это не знают. И один мой приятель, он чуть меня моложе, он был студентом педагогического, я же не знаю, что он учительный, это Ленинский институт. Ну, связь прервалась. Ну, вот правильную мысль слушательница сказала, что вопрос, кто учит. Вот если она общается с детьми соседскими в нормальном языке, да, то все будет нормально. Но вообще очень важен педагог, ведь вы же будете выбирать учителей или репетиторов своим детям, вы же к этому серьезно подойдете, да. Ну, то есть пример это самое важное. И вот поэтому никогда, главное, чтобы никогда безнравственные люди не учили детей и вообще других людей нравственности. Поэтому не подпускайте своих детей к депутатам Государственной Думы Российской Федерации. Вот. С любыми намерениями хорошему не научат. Потому что мы знаем много примеров лицемерия, примеров лизоблюдства, примеров коррупции. И в том числе и когда они начинают нас учить языку, извините, пожалуйста, чья бы мычала, а чья бы помолчала. Как они общаются в парламенте, какие они несут вещи с трибун и так далее. Поэтому вот берегитесь депутатов, изолируйте себя от всех источников информации и детей, из которых может пролиться на них депутатская речь в любой ее форме. Это мое личное мнение. Ну, я тут не соглашусь. Я знаю чудесного совершенно человека, высокого профессионала, депутата Государственной Думы прошлого созыва, который никогда себе не позволит ругаться матом. Мне кажется, ну вот с чем я должна согласиться, это вот эта идея, что каждый должен делать свое дело. Если человек не преподаватель, не педагог, не лингвист или не историк, значит, он не должен настаивать на каких-то нормах. Если это... Ну, с другой стороны, ведь... Скажем, навязывать их. Окей, не настаивать, но навязывать. Ну, ведь, смотрите... У него есть эксперты, ну пусть они работают, пусть они объясняют. Депутаты у нас творят законы, они законотворцы. Но ведь они не могут быть экспертами везде, соответственно, у них должны быть помощники, которые... Вы требуете невозможного. Дело в том, что если бы... А это вы тоже требуете невозможного, говоря о примере. А где мы пример возили? Вот только что звонила чудесная женщина. Послушайте, если бы... Ну, это чудесная женщина, а это сколько? Один на миллион, два? Если бы депутаты говорили всегда только о том, что их на самом деле интересует, то мы бы слышали из их уст речь только о деньгах, понимаете? Да. Вот, это реально их действительно серьезно интересует, да? Да, каждодневно, и это тут они были бы абсолютно искренни. Как только они начинают говорить о каких-то моральных материях, я слышу в их голосах фальшь. Это мое личное мнение. Возможно, кто-то считает их чистыми борцами с соратниками Кирилла и Мефодия. А по мне, так это... Но они хотят наш язык изменить, поэтому наверняка соратники, получается. Пусть займутся говяжьим языком или свиным языком русские, чтобы так не трогали. Я как на смену говорю, или мне русский язык очень дорог во всех его проявлениях. Кстати, к вам вопрос пришел от Семена Айдар. К вам. Я, правда, не знаю, к чему, но следующее, следующее. Айдар, как вам закон о чувствах верующих? Вас, как татарина, защитит этот закон. А чего он защитит? Кстати, вот... Это такой же глупый закон, как и... У меня, извините, я просто уже надоел про мат рассуждать. Вот про этот замечательный закон об оскорблении чувств верующих. Вот я никогда не понимал этой простой вещи. Вот если ты действительно верующий человек, как тебя можно оскорбить? Не, ну можно, конечно. Можно в непристойной форме, допустим, у церкви изобразить Иисуса Христа. Я считаю, это неуместно. Но это не более чем неуместно. Как вот можно действительно оскорбить чувство верующего, глубоко верующего человека? Его, по-моему, невозможно оскорбить. Это уже, по-моему, вся церковь. Вы говорите, Степан, вы говорите о каких-то идеальных людях, которые внутри себя есть Бог, и вот Он единый, и вот Бог — это мораль, и правда, и духовность. Ну а все остальные, как они могут считаться верующими? Ну, извините, большинство людей всё-таки верят через символы. Ну, логично. Верят через церкви, через мечети, через иконы, через тексты, которые постулированы как единственно верные. И у них есть на это право. Но другое дело, что у них нет права вторгаться в жизнь других людей. Я бы призвал не законы эти дурацкие издавать. Хотя, если вы не оскорбляете, почём зря верующих других конфессий, и не оскорбляете, почём зря атеистов, не приставайте к ним. Вообще, живите как-то отдельно друг от друга. Бог в одном углу с иконами, да, а частная жизнь человека в другом. Вот пока мы не научимся отделять вот этот, как бы, закон от, так называемой, духовности, вот до тех пор у нас эти будут бесценные, бесконечные, глупые споры. Каждый человек внутри себя пусть решает, а другой пусть ему не гадит. Ну, слушайте, зато общество занято вот этими спорами. Да, ну вот мы же заняты, мы потратили час времени на обсуждение пустоты. Вот сейчас время, а вы знаете, коллеги, вот буквально одну секунду. Могли бы плиточку подожить. Я бы даже сказал другим словом, но оно запрещено. Вот подождите, коллеги, всё не так, всё гораздо лучше, чем вы думаете. Обратите внимание, вот сейчас Айдер гениальный, вот очень хороший такой вот итог подвёл промежуточный. Мы пришли к выводу, что надо уважать друг друга и в другом уважать себя. Не подавайте идеи Госдуме, они ещё закон об уважении. Об уважении и неуважении. Ты меня уважаешь будет назвать закон. Я хотела сказать о хорошем. Потому что на самом деле мы начали с чего-то негативного, но всё равно мы пришли к тому, что мы друг друга уважаем и в другом мы уважаем себя. И если человек уважает себя, он другого никогда не оскорбит. Мария, я завидую вам, вы живёте, хорошие люди вас окружают. Спасибо. Мария у нас академик. Я не Анас Степанов. Я беру, что вы академные жизни, да. Ну что ж, спасибо вам огромное. У нас в гостях были Мария Штейнмана, зам декана факультета истории, политологии, права и РГГУ. И Айдер Муждабаев, зам главного редактора газеты «Московский комсомолец». Видный теоретик политической проституции. Я выдержусь от комментариев. Спасибо за внимание. Ну что ж, на самом деле я полностью согласен с моими гостями, потому что закон действительно дурацкий. Почему он принят и вообще рассматривается вопрос, остаётся загадкой, вернее, не столько загадкой, к этому, наверное, все должны были привыкнуть, что у нас такая замечательная дума. Единственное, на что хочется надеяться, что люди, наконец-то, начнут уважать себя, уважать свою жизнь и думать о завтрашнем дне. Потому что если вы не думаете о завтрашнем дне, то вам и сегодня-то жить незачем. Отсюда берётся и распущенность, и поведение на дорогах, и отношение к близким. На этой радостной ноте хотелось бы вас всех поздравить всё-таки с хорошей погодой и пожелать удачи нашей тяжёлой жизни и в борьбе за чистоту русского языка и нравственности. Всего вам доброго!